Добрый день, уважаемые родители, обучающиеся. Мы продолжаем свое дистанционное обучение. И тема сегодняшнего нашего занятия – это мастера остинской гармоники. Мы разучиваем музыкальные произведения мастеров остинской гармоники, но мы еще должны использовать другие формы для того, чтобы вы полнее могли ощутить и исполнить эти произведения. Это вы должны использовать такие формы, как просмотр видео, видеозаписей, посещения концертов. Ну, пока это невозможно, но мы используем. Я вам отправляла видеозаписи мастеров остинской гармоники. Спасибо большое за то, что вы просмотрели и вернули мне по WhatsApp. И сегодня мы будем изучать творчество и биографию мастеров остинской гармоники. Но это будет краткий обзор. Ребята, вот это нужно для того, чтобы у вас появилось желание поучаствовать в исследовательской работе и приняли участие, может, кто-то из вас не примет участие в ступени в науку. Вот мои обучающиеся в прошлогодних годах обучения, так у Майи Вазарина, Габлоева Анна, Дуди Валан, они стали дипломантами из Татканского конкурса «Ступень в науку». А два ученика, это в 2007 году, они получили в Нипецово национальное достояние России. Вот такие медали. Но мы продолжаем. Значит, сегодня мы будем говорить о мастерах артинской гармоники. Ну, гармоника занимает ведущее место в нашей жизни. И если сравнивать с тем временем, когда она появилась, и сегодня это большая разница. Сегодня это инструмент совершенствованный, и она является концертным инструментом. Но основоположники артинской гармоники, такие, как, вот начнем, с Кальшина Мерденова, который с бытового уровня, с быта, он поднял на сцену. Он играл очень великолепно, виртуозно, и покорял своей игрой лыгурские народы. И сегодня на его родине, в селе Ильхотово, где он родился, там, в созданном доме музея, проводятся конкурсы «Ступень в гурмонистах». Очень много произведений он создал, и у нас в репертуаре тоже являются вот такие его произведения. Надежда Ходова. Впервые ее гармонушка прозвучала по радио с оркестром народных инструментов, где она была солисткой этого оркестра. Она очень ливидческая, тоже гармонистка. Дважды герой Советского Союза Исаклиев любил очень танцевать под ее музыку. Это вот Надежда Ходова. Ну, созданы ей тоже много произведений. Следующая – это Занира Маньева. Это была соседка тоже Кальшина Мирденова. Он ее учил. Она очень темпераментная гармонистка и была одной из первых концертмейстеров ансамбля «Маленький джигет». Тоже создано много произведений. Следующая – это Зимфира Калманова. Зимфира Калманова, она была не только гармонисткой, очень темпераментной, жизнерадостной, но и была оперной певицей. Она, ребята, вот мы изучали, изучаем даже, вы играете сейчас произведение. Вот назовите мне, пожалуйста, какое произведение. Это Архата вы играете. И есть еще одно знаменитое ее произведение – это «Цицилия». Это и много очень произведений у нее тоже. Это в основном обработки делал Булат Газданов. Ну, Серафима Георгиевна Икаева. Актриса Севастинского театра. Она внесла гармошку в спектакли Остинского театра. Булат Газданов очень ценил ее искусство и игры на Остинской гармонике. Он очень много сделал обработок, ее произведения. Они сегодня звучат в репертуаре гармонистов. Следующая гармонистка – это Венера Дзеранова. Венера Дзеранова, она долгие годы украшала своей игрой танцора в госансамбле «Алан». Создала очень много произведений. Потом перешла во дворец пионеров и там передавала свое мастерство и опыт молодому поколению. Ну, в репертуаре музыкальных произведений, которые она создавала, они тоже входят в наш репертуар ансамбля «Дорогиста» и «Садиста». Следующая – это Сима Ревазова. Сима Ревазова – это человек, который первый начал играть по нотам. Она долгие годы проработала в училище искусств. Она является не только моим педагогом, но и очень много, большая прияда гармонистов, которых она обучила. Она создала, мы сдали сборник нот, песен, танцев. И этим сборником мы тоже пользуемся. Мы играем в репертуаре нашего ансамбля «Кабардинская мелодия» в ее обработке. Следующая – это Ирина Мистулова. Ирина Мистулова тоже очень темпераментная, жизнерадостная игра. У нее своеобразная мелодия. Она в основном играет в народном стиле. И, собственно, тоже очень много произведений. У нее обработки народных мелодий, у нее танцевальные мелодии, у нее песни, которые аккомпанируют певцам Северной Осетии. И много произведений у нас находятся тоже в репертуаре нашего ансамбля. Ну и наш корифей «Остинской гармоники» – это Булат Газданок. Булат Газданок – это и композитор, и дирижер оркестра, и автор много сочинений, авторских сочинений, обработок, песен, танцевальных мелодий. И, конечно же, в репертуаре нашем, в репертуаре и ансамбле, и вас, каждый из вас играет произведения Булата Газданова. Ребята, это я вам дала краткий обзор творчества, биографии «Остинской гармоники». Я вам спрошу, вот домашнее задание, найти дальше больше произведений «Остинских мастеров», сделать, написать рефераты. Может, кто-то из вас захочет, вот выберите себе гармонистов и напишите, пожалуйста, вот полнее рефераты и пишите мне их по WhatsApp. Спасибо за внимание.